Сейчас в регионе в эфире канал АПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Заканчивает работу очередная сессия депутатов областного собрания. Народными избранниками был утвержден отчет о работе правительства в минувшем году. Его представил губернатор Игорь Орлов. Глава Поморья подробно остановился на ключевых показателях и достижениях в таких сферах, так как инвестиции, развитие лесопромышленного комплекса и транспортные, инфраструктуры, поддержка предпринимательства, строительство, жилье. В 2016 году ГИРО показал устойчивую динамику по основным показателям развития экономики и социальной сферы. Итоги деятельности основных отраслей экономики отражены на свадьбе. Коллеги, у вас много материалов на экранах. Буду стараться, прошу вас внимательно к ним относиться, вам большая информация. Индекс промышленного производства в Арханской области состоял в 100,2%. По итогам 2016 года, внещетоковый оборот Арханской области по сравнению с 2015 годом увеличился на 6,1% и состоял в 2,31 млрд доллара США. Традиционно значимым для экономики региона остается лесопромышленный комплекс. Выросло производство целлюлозы, фанеры, бумаги, картона, древесных гранул. В сельском хозяйстве тоже успехи. Производство семенного картофеля в прошлом году выросло на 33%. Подробный репортаж о сессии областного парламента смотрите в 19.20 в программе «Автограф дня» на канале ТВ-центр. Ледоход в Поморье пока взял тайм-аут, но потепление и новое движение не за горами. Обстановка на реках области существенно не меняется. Ледоход стоит в районе деревни Пермагорье Краснобурского района. Подвижки льда наблюдались и у деревни Ракука. Это в 500 километрах от Архангельска. Мониторим ситуацию. С 20-го числа обещают потепление. Поэтому как только потепление будет, я думаю, что двинется дальше. В Поморье продолжают работу 8 ледовых переправ. Две из них пешеходные в Архангельске, Салон Малахабарка и Бревенник. Лесозавод номер 14. Кстати, именно с причала 14-го лесозавода лучше всего наблюдать за движением льда. Шикарный вид на просторы Двины также открывается с Краснофлотского и ЖД мостов, яхт-клуба на Логинова-1, на причале у гидрометцентра в Салонбале. Добавлю, что с завтрашнего дня начнутся работы по спуску льда на акватории порта Архангельск. Проезд сибиряковцев вновь будет открыт для движения, но не раньше следующей осени. Возведением новой трассы займется компания Севзавдурстрой, известная по масштабной стройке на улице Ваучейского. Автомобильная дорога пройдет в обход областной больницы в рамках региональной инвест-программы. В этом году предусмотрено финансирование в размере 50 миллионов рублей. Подрядчик обязан построить дорогу до 1 октября 2018 года. Печальное известие. В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Валерий Сергеевич был ведущим актером архангельского театра драмы, где работал почти 45 лет. Многие помнят его блестящие роли, которых за полвека сыграно около 100. Колосов был любим архангельской публикой. В трудные для театра годы он некоторое время был директором и главным режиссером. В последнее время актер тяжело болел, но продолжал выходить на сцену. В субботу, 22 апреля, в 14 часов, в фойе первого этажа архангельского театра драмы состоится гражданская панихида. Валерий Колосов будет похоронен на Вологодском кладбище. Валерию Сергеевичу было 76 лет. Продолжаем выпуск. Архангельский специализированный дом ребенка провел первый день аиста. Это новый формат, который призван познакомить попечителей и просто неравнодушных граждан с тем, как живет учреждение. Архангелогородцы принимают большое участие в жизни его маленьких воспитанников. Только за прошлый год благотворители, попечители и волонтеры собрали свыше 2 миллионов рублей. А сам дом ребенка признан лучшим педиатрическим учреждением в стране. Репортаж Олеси Кукиной. Как дома? Такую атмосферу создают медработники и педагоги дома ребенка. Здесь малыши могут жить с пеленок до 4 лет. В группе не больше 6 детей и 3 постоянных воспитателя. Ребенок обязательно должен чувствовать себя нужным. Важной частью чего-то большего. Естественно, тактильный контакт – это в первую очередь. Есть ребята, например, даже в нашей группе, то вообще вот съели бы на руки. Вот Алиса у нас, большая девочка. Все, я хочу на ручки, я хочу на ручки. У каждого ребенка есть свой близкий человек из числа педагогов. И с ним малыш может провести целый час. Его можно потратить на игры или обнимашки. Социализация важна, но и личное пространство каждой крохи необходимо. У каждого ребеночка свой индивидуальный шкафчик. Все, вот у них, вот, пожалуйста. Здесь парадная выходная одежда, здесь повседневная. Все, и так у каждого ребеночка. К слову, шкафчики, игрушки и современные реабилитационные примочки появляются в доме ребенка благодаря попечителям. День АЭС-то задуман как ознакомительный формат открытых дверей для тех, кто уже вносит свой вклад в жизнь его маленьких воспитанников и тех, кто, возможно, еще только планирует это сделать. Когда ты видишь глазки этих замечательных деток, ты понимаешь, первое, что ты можешь им отдать, это свою любовь. Пусть маленькую, на эти 15-20 минут, пока ты посещаешь этот центр. Потом, может быть, она перерастет именно в какую-то попечительскую помощь, в поиск каких-то средств. Потому что каждый человек, он может это сделать. Из 113 ребят, что проводят свои первые годы здесь, совсем мало отказников, отмечают медики. Приемные родители выстраиваются в очередь. И важно, чтобы в ожидании своей новой семьи дети были окружены любовью и заботой. Олеся Кокина, Владимир Орлов. Сейчас в регионе. В Архангельской области работает горячая линия по вопросам вакцинации. Консультацию можно получить в будние дни с 9 до 17 часов по телефону 20 06 56. Специалисты регионального Роспотребнадзора объяснят, как проходит вакцинация, что необходимо для профилактики инфекций. Также расскажут о национальном календаре прививок. Горячая линия по вопросам вакцинации будет работать по 24 апреля. В администрации Архангельска сегодня презентовали проект модифицированных многофункциональных социальных карт. Они уже используются в нескольких субъектах страны, в том числе в Орловской области и Крыму. В нашем регионе два года назад полторы тысячи тестовых карт получили жители Северодвинска. Похоже, вскоре повезет и архангелогородцам. Купить продукты со скидкой, воспользоваться льготой в общественном транспорте или оплатить коммунальные услуги. Теперь сделать все это пожилым людям станет значительно проще, благодаря единой социальной карте. Пожилые люди старше 65 лет имеют базовую карту, которая предоставляет дисконт скидки. И 70 лет и старше они имеют право на льготную оплату проезда. Сейчас мы подошли к тому, что эти две карты можно будет объединить в единую карту и на единую платформу. Многофункциональные пластиковые карты помогут и другим категориям граждан, например, студентам. Вот они будут давать скидки в магазинах, в каких-то торговых сетях. Плюс на него можно будет закидывать деньги для оплаты в общественном транспорте. Школьникам новые модификации пластиковых помощников тоже принесут свою пользу. По специальным карточкам мальчишки и девчонки смогут, например, доехать до школы или заплатить за обед. Это может быть, в принципе, и пропуск в школу, либо в какое-то там другое учреждение. То есть максимум услуг. В свое время, когда этот проект начинался, нам говорили, что там более 70 услуг можно будет прописать на этом документе. Спецкарты, оборудованные системой защиты. Взломать их практически невозможно. В ближайшее время разработчики протестируют социальные карты. В оборот их планируют запустить в 2018 году. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь и жду вас.